Утро 1, мы на месте. Ты на нас заработал, включи льду, тускулы поезды. Визов принят, уезжаем. Рано утром в 7 часов 17 минут сообщение о пожаре на территории одного из ТО, занимавшегося производством медицинских принадлежностей, поступило на пульт диспетчера противопожарной охраны города Туркестана. К месту вызова по тревоге были отправлены сразу несколько пожарных бригад, а также привлечены средства коммунальных служб. По прибытию первого пожарного подразделения было выяснено, что произошло возгорание склада готовой продукции ангарного типа. Данное ТО занимается производством медицинской ваты, ватных палочек, салфеток и так далее. Площадь пожара составляла около 600 квадратных метров. Всего в тушении огня приняли участие 9 пожарных автомашин и 36 человек из числа личного состава, а также одна автомашина, предоставленная ТО «Водные ресурсы маркетинг». Затушить огонь пожарным удалось через час 11 минут после поступления сигнала о возгорании. А еще через 40 минут огонь был полностью потушен. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Сейчас причины возникновения пожара выясняют дознаватели отдела ПЧС города Туркестана. Шемкенские полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. 23 июня этого года в дежурную часть Альфа-Арабийского отдела полиции поступило сообщение о том, что в 7.30 утра с травмой легкой степени в городскую больницу номер 2 поступила 43-летняя женщина. Прибывшим на место сотрудникам полиции заявлением обратилась женщина 1974 года рождения. Она рассказала, что получала деньги с одного из банков города Шемкента в сумме 300 тысяч тенге. Спустя некоторое время на нее напал неизвестный мужчина и силой отобрал 300 тысяч тенге и сотовый телефон марки Samsung, после чего скрылся в неизвестном направлении. Для раскрытия этого преступления была создана оперативно-следственная группа. В ходе проведения оперативно-радостных мероприятий сотрудники Альфа-Арабийского отдела полиции задержали 28-летнего мужчину. Подозреваемый сейчас арестован, вещественные доказательства изъяты, задержан и заключен в изолятор временного содержания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело по статье 191 Уголовного кодекса. Ведется следствие. Еще один пожар был зарегистрирован в Шемкенте в микрорайоне Атамикен. О возгорании на территории частного дома сообщил по сотовому телефону прохожий, ставший свидетелем происшествия. Первое пожарное подразделение на место происшествия прибыли 1426. Прибыв на место происшествия, было выяснилось, что во дворе частного дома горит сухая трава, общая площадь которой составила 0,6 гектаров. На тушение пожара были задействованы две единицы техники и три человека личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Локализация данного пожара была дана 15.13 и полностью данный пожар был потушен 15.40. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Добраться огню до построек помешали оперативные действия спасателей. Тем не менее, пожарные призывают в эти жаркие дни быть горожанам особо бдительными. В связи с тем, что сейчас у нас в Южном регионе наступил пожароопасный период, мы хотели бы предупредить всех жителей области быть осторожными при обращении с огнем, особенно когда идут они отдыхать в сад, в степи. На месте отдыха нужно обязательно удостовериться в том, что открытый огонь полностью потушен. Во время курения сигарет нужно быть осторожным. Использовать для этого специальные места. И если даже сигареты курятся в степи, то нужно полностью удостовериться в том, что огурки полностью потушены. Если есть возможность, собрать их в отдельный пакет. То есть в пожароопасный период все жители от Мала до Велика обязаны соблюдать все меры пожарной безопасности.